Знаменитый клич болельщиков «Шайбу. Шайбу» придуман более 50 лет назад. Ее официальный день рождения – 7 февраля. В нашей стране такой датой смело можно считать 17 июня. Летом 2022 года спортивный снаряд с логотипом, знакомым всем автомобилистам, вручили президенту в качестве сувенира. Это наш сувенирный набор. Это сувенирные шайбы, продукция с логотипами нашей страны и нашего предприятия. И для хоккейной команды президента мы передадим набор игровых шайб. А это вы делаете? Все, теперь мы будем покупать только ваши шайбы. Непрофильная разработка предприятия – детище специалистов Центральной заводской лаборатории Инженерно-технического центра знаменитой «Белшины». Принято решение, что вот у нас есть возможность, пока, правда, скромно, но производить хоккейные шайбы для нашей хоккейной страны, для Российской Федерации. Несмотря на то, что размеры новинки намного меньше шин, устанавливаемых, например, на карьерные самосвалы, толщина шайбы 2 см 54 мм, диаметр 7,62. Серийным производством занимается завод крупногабаритных шин. Процесс производства не слишком сложный, но технологичный. Основные показатели – время, температура, давление. Время вулканизации – 30 минут, а температура, при которой вулканизуется игровая либо сувенирная шайба – это 185 градусов. А давление? Давление – 0,8 мегапаскалей. Завод КГШ выпускает несколько видов шайб – от игровых и сувенирных, до обычных и немаркирующих. Объемы производства будут зависеть от количества заказов. Вопросы импортозамещения на градообразующем предприятии решают быстро. Хоккей развивается, и мы вынуждены импортозамещать, потому что раньше это все, естественно, покупалось за рубежом. А спрос есть как у нас, так и в Российской Федерации. Сегодня активной рекламой и новой продукцией занялась бобруйская хоккейная команда «Динамо Шинник». Она играет и тренируется только с шайбами бобруйского промгиганта. Отлично проявляют, отлично. Ну, хотелось бы, чтобы это наш был отечественный производитель, да. Зачастую мы всегда закупались в Чехии, да, шайбы, словацкие шайбы. Хотелось бы, чтобы наш был производитель. Поэтому катки строятся, катки строятся, ажиотаж огромный. Хоккей любят, поэтому хотелось бы, чтобы и в детских школах проявлялись именно наши отечественные шайбы. Хорошая шайба может прослужить не один год даже при самых серьезных нагрузках. Но чтобы она залетела в ворота, есть одно немаловажное условие. Мы должны болеть за наших. Юные «Динамовцы» сразятся против русских «Витязей» уже в эти выходные – 3 и 4 февраля. Виталий Гаврусев, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.